Искосок от филармонии, мимо Пушкина, спешим в Михайловский театр, на премьеру балета де Либо «Капеллия». Историю о юноше, влюбившемся в куклу, заново переложил на язык пластики и танца Михаил Миссерер. Из чего сделал мастер искусную куклу, неизвестно. Чудак Капеллиус оставил инструкции в секрете. Из чего составил хореографию Миссерер, он не скрывает. Из элементов постановок своих предшественников. И для трубы Михайловского театра, и для меня лично, это балет-приношение великим предшественникам, которые работали в жанре классического балета до нас. Мы создали этот спектакль, ряд его версий, такие как Артюр Сумлеон, как Мариус Петипа, как Энрико Чикетти, как Александр Горский. Историки сообщают нам, что родоначальником жанра балета в комедии был Мольер. И, пожалуй, в его время существовал общественный запрос на комедии, на веселые балеты. Людовику XIV, Леруа Луи, которого нравились такие танцы и комедийный жанр. Если «Жизель Сильфида» – это первый романтический балет, решенный трагедией, то «Капелли» – это последний романтический балет, решенный комедией. Не так много балетов в классическом репертуаре, которые имеют комедийную нотку. И все-таки это такой, наверное, первый опыт для меня. И мне это очень нравится – раскрывать в себе какой-то новый потенциал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В каждую эпоху появлялась определенная тема, которая рождала за собой несказанное. И сказав, человечество начинало понимать какую-то часть своего, так сказать, сознания. Ведь у каждой эпохи есть своя музыка, есть свой хореограф и есть свой определенный текст. И музыка, хореография, придуманная в то время, должна сегодня грамотно преподнесена. Всего-то балетов комедии, классической балетной литературы мало – ну три, ну четыре. И так сложилось исторически. Не знаю, почему так произошло, но, возможно, из-за здорового эгоизма исполнителей, выдающихся танцовщиков, балерин, которым хотелось, я думаю, показать себя в лирических, драматических ролях и в ролях трагедийных, быть героями спектакля. Балетмейстеры шли навстречу. Принято считать, что быть комиком сложнее, чем быть трагиком. Несмотря на то, что мы хорошо знаем великих исполнителей комических ролей, и их имена вошли в историю. Несмотря на то, что, скажем, комик Чаплин, непревзойденный гений, но тем не менее в массе быть героем, лириком или трагиком считается более престижным. Я вначале не очень себя видел в этом спектакле. Я больше принц лирический такой, страдаю всегда. А тут такой деревенский парень на деревне, в сапожках танцует. Но, опять же, спасибо Михаилу Григоровичу, который подготовил со мной эту партию. Не быть тоже всегда принцем, 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 а быть, например, Францем. Там так же, как коленом в тщетной предосторожности. Базиль в донке ходит. Всегда интересно что-то пробовать новое. Я имею счастье работать с потрясающим дирижером Павлом Шамильевичем Сорокином. И для меня это правда балеринское счастье, потому что, когда он дирижирует спектаклем, я всегда спокойна, я всегда знаю, что будут удобные темпы, будет звучать музыка, будет вдохновение в этом спектакле. Играет музыка. Это музыка, в общем, тонкая, французская. В то время и Анжелина, и Виктор, они очень хорошо слышат музыку. Вот это важно. Когда у человека это есть. Понимаете? Потому что тут все это облегчает задачу. У них и ритмы, и слух хорошие. Все балеты старинные, они подразумевали, что зритель должен четко понимать содержание этого спектакля. Одно дело, когда есть спектакль, который строится на рисунке танца, и зритель просто получает наслаждение от тела движения. А другое дело, когда зритель приходит на спектакль, в котором есть сюжет. И этот сюжет нужно донести артисту до зрителя. А как он может донести? Пластикой – это очень высокое искусство. Поэтому, когда мы говорим «Театр Пантомимы», это в балете один из приемов донести художественный сюжет до зрителя. Мне очень нравятся костюмы, в которых мы выходим, потому что они соответствуют настроению этого спектакля. Живость, яркость, может быть, даже пышности этого спектакля. И они действительно очень удобные. Спасибо мастерам, которые это сделали. Мне очень нравится первый костюм в первом акте. Да, красненькая жилеточка. Ткань дышит, да, конечно. Но чтобы артисту было комфортно. Но мой любимый костюм – костюм куклы. Все-таки, да. Как-то вот этот образ, он для меня настолько важен в этом балете. Я бы хотела показать различия. И костюм, надеюсь, мне в этом поможет. Очень много, вот именно в костюме, очень много деталей, которые не просто надо обыграть, их надо прожить, почувствовать. И сердцем почувствовать, где какой карман. Это должно быть естественно, платочек, ключик и все это. И в этом жилете очень много кармашков. Раскрою страшную тайну, они каждые для какой-то своей специальной вещицы, которая есть в этом спектакле. И все они, так сказать, нужно это все помнить. И в то же время не выдавать сразу все секреты для зрителей, что я весь забит какими-то предметами, которые будут появляться по ходу действия в тот или иной момент. Куклы, вот в этом чувствуется Гоффмановский подтекст. И мне кажется, это очень созвучно нашему времени, потому что люди все больше становятся куклами иногда. Им свойственно перевоплощение, другие маски, так же, как и Сванильде. Когда Сванильда переодевается в куклу, и это у них в сговоре идет с Капелеусом, в исторической редакции Сванильда, наоборот, обманывает Капелеуса и притворяется этой куклой. И, в общем-то, эти перемены, они очень свойственны нашему времени, мне кажется. Я считаю этот спектакль очень сложным. Сложным он еще, во-вторых, потому что во втором акте надо очень актерски играть. Изобразить выпившего человека, пьяницу, изобразить человека, который не понимает, кто его бьет по голове, хотя рядом это делает Сванильда, переодетую в куклу. И, ну, это на самом деле не так просто сделать, чтобы зритель поверил в это. Пластиковая кукла, она очень сложно достижима. И вот этот ее механический танец, он для меня один из самых сложных по стилистике в этом балете, потому что хотелось бы, конечно, передать автоматические действия куклы, быть похожей на нее руками, четкими движениями ног. И, конечно, это очень сложно. Это, наверное, один из самых сложных балетов, которые я танцевала, потому что Михаил Григорьевич еще и усложнил редакции. У Сванильда очень много выходов и вариаций. Листяще, оживили, хорошо танцевали. Мне кажется, в этом балете очень важно показать филигранность техники. Вот эту вот тонкую технику без усилий, без лишних движений, потому что и в музыке это отражается, такая прозрачность какая-то музыкальная. Я люблю этот спектакль с детства. Слышал много о нем от своих родных, от своих педагогов. Очень много музыки, выдающаяся, конечно. И этот спектакль много раз обсуждался. Например, моя мама, Сулоник Масерер, оставила его в Японии, рассказывала мне. Также я знаю, что Асад Михайлович Масерер, которого я на сцене не застал, блистал в этом спектакле, мой дядя. Мне было тогда мало лет, я был и ребенком, и юношей, когда слышал эти рассказы. И постарался все-таки воспользоваться этой информацией, особенно при работе с исполнителями. «Асад Михайлович Масерер» «Асад Михайлович Масерер» «Асад Михайлович Масерер» «Асад Михайлович Масерер» Спасибо.